Здравствуйте, друзья! Давали когда-нибудь обеты Богу, то есть обещания? Вот вопрос как раз об этом. Недавно от меня ушел муж к другой женщине. Я была в отчаянии и обратилась за помощью к Матроне Московской, пообещав, если вернется муж в семью, не буду больше много чего. В итоге, через короткое время муж вернулся и раскаялся. Но я не выполнила обещания, и теперь у меня ребенок часто болеет. Начались финансовые трудности. Связано ли это с обещанием? Подскажите, пожалуйста, что делать и как быть, как в анекдоте. Муж неожиданно вернулся с командировки, и любовник решил выйти через балкон. Летит он с девятого этажа и думает, господи, спаси меня. Я больше вообще не буду. В общем, он обещал, что он больше ничего не будет, и это не будет, и вообще во всем раскаивается. Удачно приземлился на ветку, раз, 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 в сугроб упал. Встает, посмотрел, и думает, что летел всего три секунды, а столько глупостей в голову пришло. Вот и здесь так же. Что я могу сказать? Давать обещания легко. Выполняйте то, что обещали. Я понимаю, что вы давали свои обещания в состоянии аффекта, сгоряча, хорошенько не подумав, не взвесив все. В общем, наговорили, наверное, много всяких-всяких глупостей. Под глупости я глупости в кавычки беру, потому что, на самом деле, вы, наверное, правильно что-то пообещали. А теперь, когда пришло время выполнять, когда все отлегло и прошло, то уже выполнять и не хочется. Ну вот, вполне может быть, что у вас таким вот боком все это начинает выходить, вполне может быть. Это дело не шуточное, даже если вы в состоянии аффекта, даже если вы плохо понимаете, но вы обещали. В другой раз будете думать, что обещать, а что нет. Не-не-не, так дело не пойдет. Конечно, если речь идет о том, что вы пообещали что-то совершенно нереальное, которое невозможно выполнить, ну, тогда вам нужно принести покаяние в этом всем, что вы такое пообещали, сглупили, сгоряча. Прийти на исповедь и священнику об этом рассказать, и попросить прощения за вашу глупость. И пообещать, может быть, что-то взамен, более реальное, чтобы он благословил вас. И таким образом, ну, вы хотя бы хоть как-то примирились с этим делом. Потому что сейчас по факту вы что-то пообещали, но ничего не делаете. Плюс ко всему, имейте в виду, что по факту самого нашего крещения мы уже много чего Богу обещали. Вот как-то мы этот вопрос не задумываемся, не продумываем вообще. Нас крестили, может быть, в детстве наши крестные, они за нас, родители наши, что-то там решали, выбирали. Мы веру принимали, не понимая. Но мы выросли. Если вы себя считаете православным христианином, то самим фактом того, что вы считаете себя православным, вы уже подтверждаете тот выбор, который за вас сделали. А, следовательно, вы подтверждаете те обеты, которые, по идее, дает человек, вступая в христиане. Потому что когда человек принимает крещение, он становится христианином, он становится чадом церкви, он становится учеником Христа. И он должен следовать по путям заповедей. Так что, если вы пообещали не грешить каким-то образом, то, извините меня, это само собой. Грешить нельзя, в принципе, без всяких там обещаний. То есть, мы уже по определению не должны согрешать. По определению. Ну, еще хочу сказать, что, друзья мои, с обетами будьте аккуратны, очень аккуратны. Это как с кредитом, знаете. Потому что берешь чужие деньги, отдаешь свои, с процентами. Вот так и здесь. Пообещал, получил, а потом нужно же что-то взамен. И это уже становится тяжелым временем. Поэтому сто раз нужно подумать, прежде чем что-то Богу пообещать, или святым, или Богу какой-то обет давать. И потом его не исполнить. Нужно будет исполнить обязательно. Кто в малом верен, тот и во многом будет верен. Так что вот то, что вы обещали, придется выполнять. Помогай, Господь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok